МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно же, в нашем городе, даже если он возник только перед Новым годом, не может не быть ночной, светской и сладкой жизни, которая обычно проходит далеко от любопытных глаз. У всех на виду в одном из ночных элитных клубов мы сейчас и оказались. Андрей Львович, Андрей Владимирович, простите, а что вы здесь делаете вот среди петербургских кулинаров? Мы, честно говоря, делаем торт, потому что в этом году, особенно в этом году, на столе непременно должен стоять вкусный, сладкий новогодний торт. Чтобы правильно приготовить новогодний торт, нужно запомнить три основных совета. Во-первых, нужно, сняв свои клубаки, обязательно надеть заранее приготовленные шапочки для купе. А для меня вы не приготовили? Нет, к сожалению. Во-вторых, никаких розочек, побольше елочек, зеленых новогодних елочек. Ну и, наконец, третий, главный совет. Как известно, изделие – это лицо мастера. Поэтому нет лучшего способа, как бы, подчеркнуть свое участие в приготовлении торта, чем оставить в этом торте лицо непосредственно мастера. Для этого берете лицо мастера за затылочную часть и уверенным движением окунаете его в заранее приготовленный торт. Чуть-чуть держите, чтобы затвердело, и обратно выдергиваете его назад. Вот теперь четко отпечатанное лицо, которое без труда может узнать каждый из гостей. Торт называется «Лицо в торте». Да-да-да. А вот вторая модификация называется «Торт в лице». Вот тоже легко, движением таким спокойно, вот так вот делаешь, вот и очки даже не снимешь. Да. Не спустя ни что, только тоже без труда узнаем. Да. Но есть еще три. А, нет, извините, мне уже не хочется пробовать. А мы пойдем в душ. Да, иначе зачем мы надевали там вначале купальни и жарки. И все-таки большое спасибо настоящим петербургским кулинарам. Нам же пора спешить. До Нового года осталось всего два часа, а путь за новогодними сенсациями для журналиста очень труден. И помочь нам в этом нелегком деле может только Татьяна Буланова. Все прошло на ромашке, я гадала себе о нашей судьбе. Все прошло, стал другим ты и, как видно, давно забыл все то, что любил. Правды или ложь, и не разберешь, любишь, не любишь, к сердцу прижмешь. Правду или ложь, потем продаешь, до полкопейки медный грош. Правды или ложь, и не разберешь, веришь, не веришь, к черту пошлешь. Правду или ложь, за сколько возьмешь, до полкопейки медный грош. Все прошло, что тогда я нагадала, поверь. Не вспомню теперь, все прошло, только в теплых водах чистой моей реки плывут лепестки. Правды или ложь, и не разберешь, любишь, не любишь, к черту прижмешь. Правду или ложь, потем продаешь, до полкопейки медный грош. Правды или ложь, и не разберешь, веришь, не веришь, к черту пошлешь. Правду или ложь, за сколько возьмешь, до полкопейки медный грош. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это, по-моему, ария водолазов-подводников. А мы действительно собираемся вот с моими друзьями, это наша такая новогодняя традиция, мы собираемся под водой, потому что, во-первых, безумно будет сменить обстановку, а там обстановка совершенно другая, гораздо лучше, там всё иное. И поэтому вот там мы замечательно проводим новогоднюю ночь, и с удовольствием остались бы там ещё надолго, но дела, к сожалению, вынуждает нас вымеривать в эту жизнь. Сейчас глубоководное погружение совершит известный петербургский сатирик Семён Альтов. Пожалуйста, Семён Театр. До встречи в новом году. Эй, ребята, акваланги-то забыли? Да, наши кусты вряд ли вернутся. Но это не беда, впереди нас ждёт ещё много интересных встреч. Вы готовы продолжать путь? Тогда вперёд! А пока мы идём вперёд, у всех на виду в петербургский Новый год Борис Гребенчиков и аквариум. Борис Гребенчиков Я знаю места, где в тени золотой бредут янычара по смертной тропой, где дом покорён, где солёный забор, где проповедь вишня читает прибор. Борис Гребенчиков и аквариум. Борис Гребенчиков и аквариум. Борис Гребенчиков и аквариум. Борис Гребенчиков и аквариум. Время забыть об лоб. Может быть, в наших сердцах тважим зайчики, Может быть, лоят волки, А может быть, ангел дождя шумит, Время снимать потолки. 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 Сейчас у всех на виду свою тайну откроет нам Анна Самохина. Аня, скажите, пожалуйста, как вы обычно готовитесь, чтобы в течение всей новогодней ночи сохранять форму? Ну, во-первых, необходимо сделать такой роскошный праздничный макияж, такой боевой окрас. И вот затем, совершенно роскошно пахнущие духами пальчиками, берете небольшую булочку. Быстренько, поскольку у вас умелые руки, режете булочку пополам. Вот так. Вот ветчинка, раз, буженинка, два, ветчинка, еще раз, буженинка, два, потом обязательно, обязательно слой помидорчиков, опять буженинка, опять ветчинка. У вас получается вот такая штучка. И очень легко, надо сделать вот такое движение. Потом, да, непременно еще условие. Обязательно бутербурдик надо сразу запить. Вот, портфейн. Желательно 33-й. Но 33-й это сейчас дефицит, поэтому, в конце концов, можно взять 78-й. Забивается 72-й, извините. Делается это вот так. Вот это да. Вот. И вот такой вот рецепт я использую в каждую новогоднюю ночь. Вы знаете, это мне очень помогает сохранить прекрасную форму на весь вечер. И просто чертовское обаяние. Ой, Светочка, я вам совершенно забыла предложить. Пожалуйста. Александр Розенбаум. А над Маратом, как тогда, летают сизые голуби, Снуют у белых колонн музея Арктики. Я вспоминаю о годах, в которых было нехолодно, Когда мечты наши были завернуты в фантики. Гитарой баловалась юность наша, Время веселое, И узнают меня все на этой улице. И с рынка тянет свежей селенью и маслом подсолнуха. Но, чтобы увидеть тебя, надо зажмуриться. Не хочу стареть, не хочу. Дело запахло внуками. Приходи ко мне на чуть-чуть. Как тогда переулками. Не хочу стареть, не хочу. Но дней все короче, радуга. Приходи ко мне на чуть-чуть. И оставайся надолго. А по Маратам, как тогда, летят трамваи пузатые. На колокольную спешат, в другую сторону. От дома, где живешь ты, над рекой с водою чуть затклою. В пяти минутах ходьбы, но в другом конце города. Красота роковой судьбы, роковой счастье под старость выпало. Для кого, скажи, для кого? Песни писал я хриплые. Улетал мой шар, улетал. В небо, как самая мглистая красота, моя красота. Дева моя пречистая. А по Маратам, как тогда, идут обычные граждане. Им здесь кому-то тепло, кому-то холодно. И здесь жила ты, когда-то, не зная самого важного. По петербургскому адресу мессира. Воланда, под окном твоим ледоход. Но опустела ресница, на которой год бегемот. С желтым игрался месяцем, и в ночи исчез черный плащ. Слившийся с подворотнею, ты поплачь тайком, ты поплачь. Время бесповоротное, но я по прошлому пролечу. В черной карете с песнями, приходи ко мне на чуть-чуть. Буду на старом месте я, и кота с собой захвачу. Чтобы он лег к твоим ногам, приходи ко мне на чуть-чуть. И оставайся навсегда. Я кота с собой захвачу. Чтобы он лег к твоим ногам, приходи ко мне на чуть-чуть. И оставайся навсегда. И оставайся навсегда. То, что вы сейчас видели, это уже сенсация. Афициалирует в этой группе студентов колледжа бодибилдинга будущий русский шварценеггер Александр Федоров. Ну, сейчас здесь у нас появится представитель совершенно новой школы культуризма. Это известный знаток многих видов спорта. Михаил Семенович 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 Семенович. Здорово. То, что они выделывают, вот. Мне вот это движение, вот. Нет, главное дело не в мышцах. Подорогите, русский. А? Не в этом дело. Дело в голове. Дело в мышцах. То есть вы в интеллекте, да? В интеллекте, вот именно вот сейчас я и разрабатываю совместно со своим тренером интеллектуальный культуризм. А, простите, у вас вот складочка, это уже как раз от интеллектуального культуризма? Вот это что ли? Да нет, это фуражка. Это фуражка у меня. Да нет, это у меня. Там еще кое-что есть. Ну что, думаете, у меня одна извинена, что ли нет? Я, значит, разграничил как бы свою голову на несколько участков. Вот этот участок, юмор, этот участок. И вот что самое главное, что у меня, к сожалению, изменился вкус немножечко. Мне нравится всегда, вы знаете, я любил всегда, а теперь мне нравятся такие высокие, крупные жалобы. Так вот, вот я теперь пропагандирую вот этот интеллектуальный культуризм. Я открою вам одно, некоторые секреты. Вы никому? Между нами? Девчонки, извините. Да? Пойдем. Берешь одно и это. Ну пока Михаил Семенович объясняет мне новые приемы интеллектуального культуризма, премьеры песни Марина Капура. Пусть поет Капура мы сейчас. Глаза твои этой ночью, как звезды горят. И смотреть так не хочется нам, ни вперед, ни назад. Мгновение и время замрет, нас поманит звездный небосвод. Возьми меня в этот звездный отель. Уйдем от всех настолько твой. Возьми меня в этот звездный отель. Казино закружило мир ночной в разноцветном колесе. Шумной полночью мы с тобой Не знали, что встретим любовь. Возьми меня в этот звездный отель. Уйдем от всех настолько твой. Возьми меня в этот звездный отель. 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 К сожалению, не бывает все гладко в жизни. И даже в новогоднюю ночь у всех на виду могут происходить всякие неприятные события. Например, пожар. Но в нашем городе есть один необыкновенный пожарный, который сейчас и научит нас, как бороться с огнем. Правда, помогать ему будут настоящие петербургские пожарные. Игорь, очень рад вас видеть. Я тоже вас очень рад видеть. А вы-то что делаете среди пожаров? А я пожарный. Мы, во-первых, каждый Новый год, вот, Толя, Саша и я, мы обычно, ну, кто-то в баню ходит под Новый год, а мы обычно встречаемся втроем и гасим пожары. А вы вообще реально когда-нибудь горели? Да, горел. И не один раз. Вообще, я стрелец. Я, как Андрей Ургант, по гороскопу огненный знак. Поэтому страшно люблю, когда что-нибудь рядом со мной горит. Так что с огнем я поддерживаю дружеские отношения. И, в общем, всегда мы сотрудничаем. Раз мы затеяли репортаж с этого пожара, то, пожалуй, я его вам и устрою. Утушите быстрее. Сейчас сгорит же все. Вот так вот мы с Игорем Скляром советуем вам тушить пожары под Новый год. Капелька хоть осталась? Капелька. Есть. Ну, на все случаи жизни. Шампанка очень вкусная, хотя его, конечно, жалко, но тут важен конечный результат. А в конечном результате у нас Сергей Рогожин с примерой песни. Новогодний карнавал Все вокруг перемешал, но под маскою зимы Я любовь свою узнал Под хрустальный перезвон Целый мир сейчас влюблен Брошу льдинку в твой бокал Чтобы звон сильнее стал Брошу льдинку в твой бокал Брошу льдинку в твой бокал Дим-дим-дом, дим-дим-дом Пьется чудный звон Слышишь звон со всех сторон Новогодний перезвон Динь-динь-дон, динь-динь-дон Пьется чудный звон Пьется звон со всех сторон Новогодний перезвон Словно в сказке с высоты С неба падают коты Белоснежные коты Небывалой красоты Королеву снежных крест С ледяным букетом роз Кони белые несут И бубенчики поют С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Динь-динь-дон, динь-динь-дон Пьется чудный звон Пьется звон со всех сторон Новогодний перезвон Динь-динь-дон, динь-динь-дон Пьется чудный звон Слышишь звон со всех сторон Новогодний перезвон Динь-динь-дон, динь-динь-дон Пьется чудный звон Пьется звон со всех сторон Новогодний перезвон Динь-динь-динь-дон, динь-динь-дон Пьется чудный звон Динь-динь-динь-дон, динь-динь-динь-дон Новогодний перезвон Корректор А.Кулакова Ну вот и всё. Заканчиваются наши новогодние приключения и наступает время новогодних поздравлений. Конечно, все необыкновенные события, которые были у всех на виду в эту новогоднюю ночь в нашем городе, могли бы и не произойти. Просто мы очень хотели, чтобы вам было интересно и весело. Очень бы хотелось и в наступающем году рассказывать вам только о самом-самом хорошем. А всё плохое, грустное, неприятное пусть останется в году уходящим. Давайте все вместе загадаем такое желание в полночь и будем добиваться, чтобы наш родной город, наш Петербург, стал городом исполнения желаний, стал городом радостных встреч и открытий. Пусть 1997 год станет для всех годом счастья. С Новым годом, Петербург! С Новым годом, Санкт-Петербург! Я не забуду, как ленивая тень ночи дождется. Я не забуду, как заждавшийся друг мне улыбнется. Все причуды отбрось, дай соседям уснуть. Я хочу, чтобы наш красивый, неповторимый по красоте величественный город стал ещё прекраснее. С Новым годом, Петербург! Я поздравляю жителей этого мифического города с праздником и желаю возлюбить ближних своих, как самих себя, немедленно. С Новым годом, Санкт-Петербург! С Новым годом, Санкт-Петербург! Скоро Новый год! Давайте будем счастливы в Новом году! С Новым годом, Петербург! Будьте здоровы! Будьте здоровы и с Новым годом, Петербург! С Новым годом, Петербург! Будьте здоровы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы желаем вам счастья, удачи, любви, добра и радости. С Новым годом, Петербург! С Новым годом! 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 Дорогие друзья, пройдет несколько минут, и бой кремлевских курантов возвестит нам, что 1996 год завершился. Он был полон волнений и надежд. Он принес нам и радости, и огорчения. Он был нелегким, но очень важным для нас, для России. Я благодарен вам за то, что вы поверили мне и поддержали на президентских выборах. Я благодарен вам за то, что своим личным участием помогли мне победить недуг. Считаю своим долгом делом ответить на вашу поддержку, на ваше доверие. Самое важное для меня в новом году добиться, чтобы жизнь россиян стала лучше и спокойнее, чтобы прекратились задержки пенсии и зарплат, чтобы в нашей стране, наконец, был порядок. Верю, что наступающий год станет в России годом согласия и примирения. У нас одна страна, одна Россия. Здесь жить нам, нашим детям и внукам. Мы все хотим жить в мире и согласии. Ради этого нам надо уйти от распри и ссор. Пусть они останутся в уходящем году. По доброй традиции, Новый год считается семейным праздником. В этом году я вновь смог убедиться, как много значит семья в жизни человека. Когда в семье царит мир и согласие, легче преодолевать любые трудности и невзгоды. Дорогие сограждане, здоровья, счастья и добра вам в новом году. Пусть в новом году сбудутся наши надежды. С праздником, дорогие друзья! С Новым годом! 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 С Новым годом!